Но и вратари. Пожалуй, что вратари испанские уж точно, если брать их как дуэт, смотрятся сильнее, чем пара голкиперов сборной Голландии. Итак, стартовый свисток сестер Бонавентюра прозвучал. Испания в красно-желто-синем. В белой форме сегодня голландская команда. И сегодня гонбольный мир узнает нового чемпиона. Потому что ни те, ни другие, ни Испания, ни Голландия золото не знавали. Я смотрю, что у голландок в центре защиты Джесси Крама под пятым номером. Вот она сейчас там вступила в игровой эпизод. Но первая атака испанок и классная, линейная. Действительно проводит потрясающий для себя и удивительный для, наверное, многих поклонников гонбола турнир. 44-й номер. Но Эрнандес, она отличилась. Причем из неудобной позиции. Ну, на ура так бросила. И попала. Да, если бы вручался такой приз на чемпионате мира, как Кубок Прогресса, то, наверное, Айно Эрнандес Сирадор, 44-й номер, линейная сборная Испании. И, по сути дела, незаменимый партнер в центре обороны для Лары Гонсалес. Айно Эрнандес вполне могла на этот приз претендовать. Блок Лары Гонсалес. И возможность убежать. И делает это с легкостью, кстати говоря, Александрина Кабрал-Барбоса. 2-0 за полторы стартовые минуты в пользу Испании. Ну, и легкость это обманчиво. Там просто Абинк не стала нарушать правила. И правильно сделала. Оставила разбираться в ситуации голкипера своего. Но Кабрал-Барбоса не промахнулась. Ну, и пробивает первым броском с края Анжела Малестейн 40-летнюю Сильвию Наварра. Да, неоднократно мы отмечали, конечно, этого удивительного вратаря. Ее рост. Метр шестьдесят девять, да, по-моему. Шестьдесят семь. Даже шестьдесят семь. Ну, по разным данным. Ну, короче, даже до 170 не доходит рост. И человек, который в сборной национальной выступает уже 20 с лишним лет. С девяносто восьмого года под цветами национальной сборной команды Лас Геререс. Как на родине так почтительно и, так можно сказать, боинственно называют эту команду. Ошиблись обе команды. Сначала неточный пас в аут. Потом пробежка. У голландок, видите, полмана лишний шаг. Ну, и легконогая Кабрал-Барбоса учится на рандеву с Тес Веста и не промахивается. Итак, составы команд. Лоис Абинк, номер восьмой. Семьдесят девятый Эст Ивана Полман и шестой Лаура Вандерхейден. Это задняя линия голландской команды. Даник Снелдер. Линейная. Десятый номер. Края Анжела Маллистейн, уже отличившаяся. Двадцать шестой справа. И слева действует Мартин Смец, номер двадцать четвертый. А это Лаура Вандерхейден. Прибавляла она от матчу к матчу на последней стадии чемпионата мира. Классно сыграла против наших девчонок. Но и вот сегодня умеет она сходить в прорезку, в проскочку, что сейчас и продемонстрировала. Ну а это еще в какой-то степени, наверное, открытие этого турнира. Неплохие правые полусредние у сборной Испании. Мирея Гонсалес, которая сейчас отличилась, и Альмудена Родригес. Они примерно проводят на площадке одинаковое количество времени. Обе очень быстрые и с неплохими вот такими резкими бросками на опережение. Да, Мирея Гонсалес забивает со своей позиции. Здесь показалось, что был толчок в спину, причем откровенный, но судьи этого пола не зафиксировали. А Мирея Гонсалес в полном одиночестве сгонял от чужим воротом. Пять мячей сборной Испании за четыре стартовые минуты. Да, вот на повторе мы видим, что подтолкнули голландку, поэтому она мяч потеряла с тувана полома. Абинк в розыгрыше. Абинк препятует на звание лучшего бомбардира этого турнира. Пять мячей ей нужно забросить, и она догонит кореянку Рюнхи. У кореянки 69 заброшенных мячей, у Абинк 64. Но сборная Кореи уже, естественно, не играет, что-то там, полуфинал. Да, вот на две игры получится у Абинк больше, чем у кореянки сыграть. Да, сегодня еще пока не отличилась голландская ростовчанка, ростовская голландка. Луис Абинк занимает место в центре задней линии сейчас, но абсолютно взаимозаменяемы они с Эст-Иван и Полман. Но вот эти, собственно, бертушки со сменой мест мы постоянно будем видеть. Ну, Полман в Эсберге играет на позиции левой полусредней, но вообще чаще мы ее видим именно на этом месте. Но она, когда была молодой, играла в розыгрыше и получала однажды, по-моему, на молодежном чемпионате Европы приз лучшей разыгрывающей. Ну, вошла в семерку в Волг Старс по итогам турнира, именно как в плеймейке. Вандер Хейден, затяжная голландская атака и ее бросок мимо испанского створа. Испанский состав, вашему вниманию. Здесь, конечно же, Нерея Пена в розыгрыше. Александрина Кабрал-Барбоса на левом полусреднем, 86-й номер. Их позиции не обсуждаются, не зыблемы. На правом полусреднем Мерея Гонсалес, а она обычно начинает и довольно быстро меняется с Альмуденой Родригес. Но об этом наборе на позиции правой полусредней мы уже сказали. Марта Лопес действует на правом краю Дженнифер Гутьерс на левом и в линии Айно Эрнандес. Как здорово сыграла Эрнандес. Полшага сделала вперед, она располагалась между двумя центральными защитницами. Вот смотрите, вот предложила себя, да? И тут же передача. Передача, конечно, тоже классная. Все это прочувствовала мгновенно Александрина Кабрал-Барбоса и тут же выписала удобнейший пас. Очень ранний тайм-аут Эммануэля Майонада. 2-6 в Голландии проигрывали. Только с февраля 2019 года Эммануэль Майонад, 36-летний французский тренер, работает с командой Голландии. И вот классно он вспоминал свой первый сбор с голландской командой, когда давал интервью перед этим финальным матчем. Его спросили, какие мысли были у вас относительно чемпионата мира с новой командой. Он говорит, мы когда только собрались, я девчонкам честно сказал, я пришел в эту команду, чтобы выиграть медали чемпионата мира уже с первого захода. Говорит, когда неделя этих сборов прошла, я обратился к ним уже с другой репликой. Мы здесь вместе для того, чтобы выиграть чемпионат мира. Хотя президент Голландской федерации Гонгола, федерация Гонгола Нидерландов, точнее, поставил задачу перед сборной своей страны попасть в шестерку. И такая информация была. Эту задачу с лихвой уже выполнили и перевыполнили и те, и другие. Голландки вновь неудачно проатаковали и, пожалуй, в первый раз ошиблись в контроле мяча испанки. Но они уже все на шестилитровой зоне, поэтому быстро проатаковать не получится. Но здорово сыграно до края. И это Анжела Маллистейн не мажет и во второй своей бросковой попытке. Ну и она верхом бросает, да. А Навара и так метр с кепкой. Еще чуть-чуть вот она присела сейчас, ожидая броска вниз. Да, пока у Голландок задняя линия малозаметна, в отличие от матча со сборной России, к которому, наверное, волей-неволей и возвращаешься. Ой, хорошая стяжка. И мимо. Это Марта Лопес. Единственная, пожалуй, значимая испанская потеря на этот турнир. Это Кармен Долорес Мартин, правая крайняя, которая, конечно же, играла бы большую часть игрового времени, будь она в порядке. Но вот на ее позиции как раз Марта Лопес и выступает каркас за Испанию, но и накатывают, опережая своих соперниц испанки. Лара Гонсалес, редкое ее участие в атаке, это оборонительный специалист, который сейчас поддержал этот командный переход. Ну, у испанок можно, наверное, вспомнить. Ну вот, первый гол на бинг. Издалека свойственной ей манере. Вспомнить, наверное, можно и Марту Манки. Она в Бресте сейчас во Франции играет. Брест великолепно провел предварительный групповой этап в этом турнире, не потерял ни одного очка. И Марта Манки там по-прежнему заметная фигура. Но Вивер не вызвал ее в состав команды. Ну, у меня такое чувство, что как-то так тихо и завершилась ее карьера сборная. Хотя об этом объявлено не было. 36 лет Марте Манги Гонсалес. Очень знаковая фигура. Рекордсмен и по количеству голов, и по количеству матчей, проведенных в цветах. Национальные команды мажет Александрина Кабрал-Барбоса. И что голландки. Это атака Лауры Вандерхейден. Ну и видно было, что, конечно, сопротивление уж как минимум испанка ей оказывала. Но, тем не менее, арбитры приняли испанскую сторону. Ну, манера судейства. Сестер Бодавентюра, мы их представили. Джули и Шарлотт. Уже много раз про них рассказывали. Но вот они часто на этом турнире не обращают внимания на такие нарушения правил на игроках задней линии. А это Александрина Кабрал-Барбоса исправляется. Пошла в прорезку. Да, Кабрал-Барбоса лучший бомбардир своей команды. А это бомбардирский ответ с голландской стороны. Вторая пуля от Лоис Абинг. Очень похожий бросок на тот, что она забила чуть позже. Но здесь совершенно недостижимо для Наварро. Мощнейший бросок в правый от вратаря угол. Да, смещается из центра в сторону позиции правой полусредней. Вратарь по руке работает. И тут же следует очень прицельный и сильный прямой бросок в дальний угол. Семь метров. Да, и снова внимание себе приковывает Айно Эрнандес. Зарабатывает чистейший семиметровый. В захват ее пыталась взять Мартин Смец и Нерепена. Четкая реализация семиметрового броска. Полман даже на ворота сейчас не смотрела. Действовала в качестве распасовщицы. Ну и это привело сборную Голландии к очередному голу с правого края. В исполнении Анжелы Малестейн. Да, на три гола уже забивает с начала встречи. Все три бросковые попытки уверены, хороши. Голландки, кажется, готовы ввязаться в тот самый бой, что они дали сборной России. Я имею в виду бой результативный. С, естественно, акцентом на то, что мы забьем сколько захотим, а вы сколько сможете. Пока же уступает голландская команда. Отобронялись голландки. Здесь, может быть, и удаление нет. Да, нет. Ну, руки подняты, встречает лицом к лицу. Только свободный. Включила бы руки. Ну, вот там бы неизвестно, чем закончился бы этот эпизод. Ставаном Полным со скамейки своей команды выходит в розыгрыш. А посмотрите, Лопес сместилась на Абинк 5-1 со смещением на левого полусреднего. Там нет персонального прихвата. Ну, хотя полуперсонально сейчас Лопес действует против Абинк. Ну что, посмотрим. Вот удастся ли это тактическое действие притворить в жизни в плане закрытия Лоиса Абинк? Вот Мартину бы так тоже перестроить, попробовать по ходу игры с Голландией передернуть как-то оборону. Потому что как играли 6-0, так весь матч и без каких-то изменений играли. А задняя линия нас расстреливала и Полман, и Абинк, и даже Вандер Хейден. Ну, я вот под вот эти сетлания моего коллеги напомню, что мы сегодня стали бронзовыми призерами чемпионата мира. И опять же призываю всех порадоваться этому успеху сборной России. Да, проиграли, но проиграли очень достойному оппоненту. Это Тес Вестер реагирует на бросок Александрины Барбосы. И набежала Полман, но остановилась. Отважилась Барбоса на бросок издалека. Отталкивалась метров с десяти. Вот там сильный вратарь у сборной Голландии. А Навара-то у нас хотя бы раз мяча коснулась за эти 13 минут. Пока защита у нее хорошо действует. Защита хорошо действует. Ну, пора бы и ей включиться. Сейчас может услышать вас. Полман. Атака Эстиван и Полман. И как раз вот реакция Сильвии Наварро. Но там был свисток, фигмализирующий фоу Альмудены Родригес. Да, и опять смещение. Только теперь уже не Марты Лопес, а Нере Пене. А заступ же там был, по-моему. Да, мяч-то в воздухе, его можно было брать. А вот левой ногой, по-моему, заступила Малли Стейн на шестиметровую линию. Ну, повтор посмотрим. Повтор посмотрим, но только не того эпизода, а того, как здорово с переводом бросает Эстивана Полман. Первый мяч для 79-го номера сегодня. Смотрим, смотрим. Вот, вот, правая нога. Не было. Не было, да, миллиметр? Не было. Не было. С Панкием до правого края, но здесь хорошо переключается голландская оборона. Барбоса! Тоже с переводом, да, тоже с переводом, но мажет. Попади, Эстер бы ничего не смогла сделать. Но явно наладили голландки. Ну, опять же, не без помощи соперниц. И Джесси, Джесси Крамер остается играть в нападении. Она правша на месте правой полусредней вместо Вандер Хейдер. Полман обыгрывает и сама бросает. Да, вот полтайма позади. И от испанского былого преимущества, напомню, 6-2 был счет, ничего практически не осталось. Включилась команда Голландии. И 9-8 впереди Лас-Герерас. Альмудена Родригес, Александрина Барбоса, Нерепена. Да, здесь, конечно, опыта все-таки не хватает. Вроде бы достаточно обученные края испанские, но пронзительно неопытные. По сравнению хотя бы со своими голландскими визави на этих позициях. Ну, явно сбился прицел у испанок. И Барбоса мимо ворот сейчас в перекладину. Задергались немножко в последних атаках. Так, и здесь даже желтой карточки нет, только свободный. Жестко против Лоис Абин. Но как здорово тут же разыграно. Стремительно с 9 метров Лоис получает мяч. Разворачивается в сторону ворот соперниц. А там некому, некому отреагировать. Смотрите, какая калитка открыта для Лоис. И Карлос Вивер берет тайм-аут уже при ничейном счете. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 9-9. Голландки забивают четыре мяча подряд. Сборная Испании. Производит корректировки. Выходит вместо Александрины Кабрал, напортачившей последние минуты изрядно, Алисия Фернандо Спрага под 20... По 34-м номером. Хорошая, быстрая, разыгрывающая. Обыграть может и вот такую передачу выписать длинную. Быстрые ноги у нее хорошие. Ну и еще раз атака с левого края. И вновь Гутьерес. Гутьерес попадает в перекладину теперь уже с отскоком от площадки, от Тарафлекса. Ну забивая не хочу. Нет, не идет мяч в ворота Вестер. В последних испанских атаках. Да, уже 6,5 минут без гола команда Испании. Джесси Крамер. Ну она немного, да, действительно играет в атаке, но как будто подмывает ее. В этом плане заявить о себе идет на атаку часто не вполне оправданно. Ну там цепанула Сильвия Навара. От нее мяч за лицевую улетел. Вот нам показывает секундомер голевой засухи Испанок. За 7 минут уже перевалила в этом плане испанская команда. Эрнандес Фрага. Мерре Пена. Нет атаки. Но бросать издалека Лацуси Кабрау Барбоса нет. Приходится за счет движения подбираться поближе к 6 метрам или провязать. Или вот так вот до краев доводить. Не хватает, конечно, мощи игрокам задней линии испанской сборной. Предупреждают их о пассивной атаке. Уже 3 передачи на поднятых руках сделано. Всего можно сделать 6. Напомню, бросок беспомощный от Нерея Пены прямо в Тесвестер. Вешли голландки. Вышла со скамейки Полман. И прорезает опять, как всадник без головы, Джесси Крамер. Врезается в защитницу. Это фолл в атаке. Это фолл в игрока. Хорошая подстраховка от Гутьерес. Осталось ей только забивать. Забивать, да. Сейчас хорошо бросила Малестой. И помогла второй защитнице своей. Но пока не судьба ей забивать. Потому что вместо нее на левый край вышла... Еще одна Лопес. Солидат Лопес. Солидат. Алисия Фернандес-Фрага. Попробует атаковать. Ну, 2 минуты сейчас. 2 минуты Даник Снелдер. По шее там досталась Фернандес. Хорошо она обыграла. Ну, вот и зацеп за шею. Захват за шею. Причем там была пробежка. Но нарушение правил на третьем шаге произошло. Хороший заслон. И тут же получается стяжка. Но Вестер тащит. Это бросок вратаря. Уважаемые телезрители. Мяч от Вестер отскочил. И прилип. Прям на 6 метрах. Вот смотрим. Ну, там СМЕЦ в зоне защищалась. Не показали нам этот момент. В какой-то степени курьезный. Потому что игроки часто теряются. Видели сейчас, что и Вестер, и кто там из Голландах был. Они посмотрели на арбитров. И те показали. Бросок вратаря. То есть никто мяч первый подбирать из двух Голландах не хотел. Голландки по-прежнему держат на замке свои ворота. Но и забить не могут. Вот 9-9 счет. Голландки в меньшинстве атакуют. Ну, сейчас вот уже 6 полевых у них на площадке. Ну, и первый неточный бросок кабинкой. Она же нарушает правила. Или нет? И там Дулфер, по-моему, да, вышла. Или Дулфер, да, вышла на позицию линейной. 10 минут без гола. Команда Испании так резво стартовавшая. 10 минут уже больше даже. Команда Испании не может распечатать. Вестер, это фоу в атаке. Ну, движение показано неправильного заслона. И нам крупным планом дают Элизабет Цезарио. Смотрим. Да, вот она сделала движение корпусом. Да, вот когда Дулфер подбирала мяч, мне показалось, что с его стороны нарушения правил не было. Она просто вверх выпрыгнула. И со своим ростом первая добралась до мяча. В полном составе сборная Голландии. Ну, они и так 6 полевых атакуют. 2 минуты. Элизабет Цезарио против Эстиваны Полмана излишне грубо. Посмотрите, на 10 метрах встречает голландскую разыгрывающую и опрокидывает на площадку. Только за счет ног здесь нужно стараться действовать. Потеря. А было ли нарушение правил опять? Ну, отдай пас, куда ж ты летишь? Ну, ладно, хоть 7 метров заработала. Лора Гонсалес, да еще и 2 минуты. Крамер. Ну, там 2 испанки параллельно набегали. Вот смотрим, да? Крамер бросилась на нее, лишнее видение сделала. Остановись и все там один на один. Выход получился бы. Тесвестер против Нерре Пене. Мяч в воротах, да. Целых 12 минут мучений. И 10-й гол, наконец, для Испании стал явью. Да, и гол-то 7-метрового. С игры-то по-прежнему по нулям. Предыдущий, кстати, тоже был с 7 метров от Нерре Пене. Да, первый гол после 11 минут 15 секунд. Едва Полман не ошиблась с передачей на Снелдер. А вот сейчас все сделано четко. Ну и летит навстречу бросковой руке Сильвия Навара. Мяс мимо нее влетает в ворота. Вот смотрим, куда выбегает. Она раскрывается, делает бабочку. Крест вратарский. И передача хороша. Да, здорово сыграно. Испанки имеют сейчас преимущество. Благодаря замене вратаря преимущество численное. И обыгрывает в одиночку Алисия Фернандес-Фрага. Да, вот только так удается в отсутствие Кабрал Барбоса испанкам прорываться на более-менее удобные бросковые позиции. Сейчас прорезка получилась издалека. Все равно атаковать некому. Штанга! И считают, что было нарушение у Даник Снелдер при борьбе за подбор. Вернулась на площадку в Андерхеде. Но там Крамер еще и удалена. Хороший там заслон. Снелдер поставила. Ну, непонятно. Трудно разобраться, кто здесь нарушал правила на подборе. Под заслон врывалась, наверное, пена. Но ее смогли подтолкнуть. Да, и дуфер в центре обороны. Семь метров. Вот так опять. Опять все к шести метрам. Или прорезка, или обыгрыш. Только таким макаром удается создавать голевые ситуации испанкам. Что не умаляет заслуги Пены в этом эпизоде. Но, конечно, отсутствие игроков с хорошими бросками издали. Существенно обедняет тактический арсенал в действии нападения. Ринка Дуиндам сменила Тесс Вестер в воротах. И сумела вытащить пенальти от Нере Пены. И как реагирует? Здорово. Тащит мяч этот совсем молодой вратарь. Совсем мало у нее было игрового времени и возможности себя проявить из-за спины Тесс Вестер. 22 года девушка. Бинг, стяжка, полман. И все-таки дотянули до конца. Вроде бы полман уже завязалась. Но смогла сделать передачу. Бован Веттеринг атакует с левого края. 20-летняя голландка. А это еще один пенальти для Испании. Еще одна полезная вылазка Алисии Фернандес-Фрага. Сама Фернандес будет бросать? Да. Она берет мяч. Ну а Ринка Дуиндам снова попробует себя. Скорее же против другого исполнителя. Пенальти. Под самую планку. Очень мощный бросок Алисии Фернандес-Фрага. И пять минут до перерыва. Ну вот у меня такое ощущение, что у нее-то летит. У нее хорошая кисть. Вот даже по этому 7-метровому мы и видели. Но почему-то не оберет на себя ответственность бросковую. Фернандес. Ух. Да, как вы любите говорить, и трактором не вытащить то, что иной раз заправляет у ворота Лоис Абин. Какой гол? Четвертый у Абин сегодня. Еще один мяч, и она кореньянку достанет. У Юнхи. Такое ощущение, что вы болеете в этом плане за Абин. Артем, ну как я могу к ней не относиться с симпатией? Во-первых, выиграет в Ростов-Доню. Во-вторых, по-моему, совершенно классный, замечательный человек. Открытый, искренний. Прихват линейный сейчас своего соперника был. И одобрен мяч у Испании, даже несмотря на то, что там бросок состоялся, бросок мимо ворот. И Голландия выходит вперед. Голландия, которая начала с первых минут отставать, до четырех мячей преимущество испанской команды доходило. И вот Голландки ведут в счете. Ну вот, сестры Бон Амитюра. Да, мы говорим о приземлениях. Перед глазами эпизод, когда они не засчитали гол Ани Вяхеревой после приземления. Но сейчас человек просто лег туда, в зону, всем телом. Бросило, забросило, и они засчитывают гол. Но будьте вы тогда последовательны, а то сразу возникает вопрос. Почему здесь так, а там по-другому? Хорошо, что не вспоминает о полуфинале России в Голландии. Сергей Павлович приговор. Ну как о нем не вспоминать, Артем? Ну что там, будем откровенны. Да, мы радуемся третьему месту. Но вот по всей диспозиции все-таки очень обидно, что мы не стали первыми. Очень обидно. Это голландки. И диагональ на край от Эст-Иван и Полман находит Дебби Бонд, которая уже некоторое время назад сменила Маллистейн и впервые вышла бросать. Кстати, в воротах у испанок, не зацепившуюся совершенно, навару сменила Дарли Зодби де Паула. Но может быть у нее получится, потому что, конечно, нужно вратарям включаться в работу. Так испанкам придется очень тяжело. Все влетает в их ворота. Ой, как хорошо, но хорошо-то за исключением того, что чуть-чуть нужно было притормозить. И почему-то на позиции левой, полусредней, Гонсалес оказалась. Это она? Да, это она. А там край-то был совершенно свободен. Чуть-чуть голову включи. Стопорни. И просто отдай передачу. Но в Запаре чего не делаешь, не сделаешь. Желтая карточка, но это, видимо, за желание нарисовать фолл в атаке от соперницы. Айнова Эрнадос получила желтую. Я сейчас опять вернусь к матчу Россия-Голландия. Помнишь момент? Две минуты удаления, но это вообще-то первый тайм, а тогда была уже середина второго. Какая разница, Артём? Потому что в середине второго тайма уже не может быть желтой карточки по определению. Артём, никто правила не менял по поводу трех желтых карточек. Да, идет сейчас вся эта борьба с грубостью. Арбитров предупреждают, чтобы они сразу власть употребляли. Но тем не менее. Голландики-то перехватили инициативу под конец второго тайма. Уже два мяча ведут и будут вести три после этой реализации Даник Снелдер с линии. Классно доиграно. Вспомните, 9-5 был счет в середине первого тайма. На последней минуте перед перерывом уже 16-13. Голландия ведет в счете. Запас прочности у голландок чувствуется, а испанки играют на пределе. И по-прежнему мы не видим Александрину Барбосу. Если у нее есть проблемы со здоровьем, то это, конечно, совершенно невысполнимая потеря для Лас-Геререс. Сейчас защита площади ворот у Абинк и 7-метровый. И Тесс Вестер еще вытягивает пенальти от Фернандес Фраги. Ох, сейчас они еще забьют под перерыв и это будет феерия. Нет, срывает бросок Эстывана Полман. И все равно на перерыв команда Голландии уходит с тремя мячами превосходства. Вот такие качели по ходу первого тайма финального матча для Эммануэля Майонада, для Ману Майонада. Все сложилось, пожалуй, как нельзя лучше во второй части первого тайма. Это финал. Впервые в истории Голландия против Испании оспаривают золото. И сегодня неизбежно мы узнаем нового, первого для себя в истории чемпиона мира в женском гандболе. Японский Кумамото и финальный матч чемпионата мира по гандболу. Через полчаса, возможно, уже через полчаса игрового времени, гандбольный мир узнает нового чемпиона мира. Пока же голландская сборная, стартовавшая ни шатка, ни валка в этот финальный день против Испании, имеет преимущество над представительницами Пиренеев. Со счетом 16-13 выигрывает команда Оренье под предводительством французского специалиста, 36-летнего дебютанта подобного уровня француза Эммануэля Майонадо. Вот он и в кадре, собственно. И его помощники, двукратные чемпионки мира, серебряные призерки Олимпиады, серебряные призерки чемпионата Европы Екатерины Андрюшиной, в прошлом нашей великолепной разыгрывающей. Ну и по тем интервью, которые я видел, о ней очень тепло отзываются, игроки голландской сборной. Особенно в плане того, что Катя по ходу игры замечает малозаметные нюансы и ненавязчиво подсказывает игрокам. Ну и еще бы они с теплотой не отзывались, затащили в финал чемпионата мира командную тренеры-новички. Голландия во второй раз играет в финале. Первый опыт был в 2015 году. Тогда Голландия была довольно уверенно разбомлена командой Норвегии. Но сейчас совершенно другая история. И голландки после такого первого тайма с переломом, с перехватом инициативы, пожалуй, что сейчас, прямо сейчас, фавориты. И голландская атака на наших с вами глазах развивается. Бросок был заблокирован от Лои Сабинг. Мы ждем, что она выйдет в абсолютные лидеры бомбардирской гонки всего чемпионата. Для этого ей еще два мяча нужно забросить. А пока Дарли Зогби де Пауло. 37-летняя бразильянка, обращенная под испанские цвета, тащит нужный бросок. И возвращение Александрины Барбосы. И мяч немедленно в воротах Тес-Веста. И Джесси Крамен у сборной Голландии на позиции правой полусоредины. И получалась в нее игра явно в первом тайме. В нападении вообще она не так много времени проводила на этом турнире. Больше в защите мы ее видели. Тем не менее вышла она со стартовым свистком на начало второго тайма. Так, пять. Плюс один, да? Прихватили испанки в полмон. Вот это голо. Лои Сабинг даже с таким сопротивлением защиты, даже теряя равновесие, забивает. Ну и тут же ответ для не успевших вернуться голландок нашла Александрина Кабрал-Барбоса. Гол нынешней ростовчанки Абинг. И тут же, ну точнее этот гол оказался как в сэндвиче между двух голов бывшей донбалистки Ростов-Дона Александрины Кабрал-Барбоса. Ну она неплохо начала сегодняшний матч и в контратаку бегала. Потом ее посадили на лавку. Ну во многом, наверное, из-за этого перестала получаться игра у испанок. Барбоса не дают ей вырваться на оперативный простор. Пена и Барбоса поменялись листами, но сейчас расставятся. Да, вот пошло движение, пока медленное. И реагирует Тесс Вестер. Блистательно действует в воротах. Передача через всю площадку. Деби Бонд расстается с мячом. И заступ показывает одна из арбитров сегодняшнего матча. Очень здорово. И пас Тесс отдала через всю площадку. И уже завязанная Деби Бонд поделилась передачей. Ну и снова Тесс Вестер против Марты Лопес. Да, и края не блещут сегодня у испанок. В отличие от крайних голландской команды. Очень внешне легко справилась она с этим броском. Скрест, Полман, Крамер. Еще один скрест, Абинг. Полман, доводка до края испанки. Успели сместиться. И вот это свершилось. Лоис Абинг с этим мячом в ворота испанской сборной становится лучшим и недостижимым для всех конкурентов к бомбардирам чемпионата мира. Лоис, наши самые искренние поздравления. Я уверен, что и ростовская публика и сейчас поздравляет. И уже при встрече, при возвращении твоем на Донские берега поздравят с этим почетным званием синепременно. Пена в линию. Но там Эрнандес стерегут. Та же Лоис Абинг, кстати говоря, хоть и грамотно поставила спину Айнова Эрнандес, из-за спины сумела эту передачу смахнуть. Сохранила мяч для своей команды. Кто там, Гутьерес? Холл в атаке у Александрины Барбосы. Джесси Крамер, как ни странно, действительно остается в задней линии голландской сборной. Абинг. И сброс в линию. Ну, вроде бы зацепилась во второй раз за мяч Зокби. Но потерял испанок. Да, то, чем практически не грешили испанки, позавчера в полуфинальном матче против команды Норвегии. Это была действительно сенсация. Испанком обыграть норвежскую сборную, да так уверенно. 28-22. Та встреча закончилась. Напомню, что голландки выиграли с преимуществом в один единственный мяч у сборной России 33-32. И до края. Здесь Мартин Смец на паузе, но бросает в ближний угол и попадает в штангу. Да, я сказал, что все в порядке у крайних сборной Голландии. Сейчас Смец не смогла переиграть. Там в порядке и в большей степени относятся к Анджеле Маллистейне и к Дебби Бон, которые на противоположном фланге работают. Работали в первом тайме. Здесь Блок еще помог. Блигер возмущается, считая, что там нарушение правил было. Ну и Полман. Часто она забрасывает мячи в сопротивление. Вот смотрите, добавляет шаги, убегает. Как она здорово сейчас выстрелила. И от руки Дарли Зобби де Паула мяч заходит в ворота. Это 19-й мяч голландской команды и 10 из 19-ти забили на пару. Эстована Полман и Лоис Абинк. Не случайно весь турнир мы на них делаем акцент. Они действительно ведут свою команду по турниру. Марта Лопес отличилась у испанок. Келли Дулфер поддержала атаку. Своей команды и отправилась на скамейку запасных. Как Дулфер вошла в игру против нашей сборной. Замечательно. А сегодня только защищается. Вполне может еще и выйти в атаку. Возможно мы это увидим. Ну а сейчас снова классно сыграно в линию. Даник Снелдер. Не промахивается капитан Оранье. Немедленно разворачивается после обработки мяча. И парашют за спину Дарли Зоби де Паула. Вместо Айноа Эрнадес Элизабет Сезарьо. Алисия Фернандес Фрага тоже это замена. И причем обратите внимание сейчас без левши. В задней линии играет испанская команда. Что редкость вышла Фернандес Фрага. И сейчас ну можно так при желании сказать, что и три разыгрывающие. И сейчас у испанок на задней линии. И вновь ошибается. Помните совсем недавно был фол на игрока. Сейчас похоже заступило. Да, показали заступ. Смотрим. Ну конечно. И намного заступило. Крамер Абинг Фоман. И командует сейчас расстановкой Абинг. 5-1. Защитное построение в сборной Испании. Абинг. Ну как же все просто, а? Ну там неправильно защищается крайний. Соледат Лопес там, да? Да, это она. Но вот ближний все-таки удалось забросить мяч Соледат Лопес. Неправильно, потому что прижимается к 6-ти метровой линии. И помогать не идет. И дает возможность сделать передачу. Край. Чуть-чуть выдвинись вперед. И уже задумается. Игрок владеющий мячом. Отдавать ли пас или нет в край. Полман. Ух ты. Вот это включается орудие по полной программе. Минус 5 для команды Испании. Конечно, все тревожно для команды Карлоса Вивера. И этот наставник берет тайм-аут. 22-17. Голландия впереди в финальном матче мирового чемпионата. Я хочу сказать, что ты пойдешь за тебя. Не перейдешь в центре. Д'accord? И очень быстро. Да, да, да. И ты должен уйти все время. Ты должен уйти в центре. Ты не перейдешь в центре. Д'accord? Д'accord? Мы ставим баллоны. Одновременно. Ситуация с одной стороны. Он ждет на этой стороне. Так что ситуация. Вы можете остаться здесь. Да. Так что сейчас они могут уйти в центре. Так что вы просто должны сказать. Да. 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 Мы все время говорим о том, что сборная Голландии вырвалась на мировую гонбольную орбиту в 15-м году. А нет, гонбол-то там развивается очень давно. Но еще в 99-м году в Норвегии голландки умудрились обыграть норвежек на групповом этапе. Правда, это не помешало последним стать чемпионками мира, а голландки стали лишь десятыми. И 2005 год, я вспоминаю, чемпионат мира в Петербурге. Классная была команда у голландок. Пятое место они заняли. И там даже левая полусредняя, напомни, Артем. Перль Ван дер Виссел. Виссел, она была признана лучшей левой полусредней турнира. Мяч попал в лицо Тесс Вестер. И я так понимаю, что она опасается за глаза. Она, по-моему, в линзах играет. Ну, можете себе представить. Я вот могу себе представить, как играющий в линзах. Рад, по большей части, не в гамбол. Да, смотрим. Тесс Вестер. Ну, боец Тесс Вестер. Тесс Вестер остается на площадке. Ну, и в случае попадания мяча в лицо вратарю и выхода медицинской бригады, голкипер не обязан пропускать три атаки своей команды. Как было бы в любом другом случае для полевого, например, игрока. Ну, или для вратаря тоже. Мы видели на этом турнире. По-моему, Сандре Ток попал мяч в грудь. Вот. И ей пришлось покинуть площадку. Ну, здесь вот такой тяжелый гол. Трудовой. От Солидар Лопес. За 40 минут финала голландская сборная забила столько, сколько смогла за полный матч полуфинальный отличиться норвежская сборная. 28-22. Напомню, тогда Испания выиграла. Но голландки, конечно же, на этом не остановятся. Вот так взаимодействуют Абинг и Полман. И классно играет Дарли Зогби. Да, на опережение Абинг решила бросить. И еще один гол крайний. Три подряд мяча с краев забивают Испанки. На сей раз это Марта Лопес. Полетела у крайних испанской сборной. Ну, а куда деваться? Здесь первый тайм мы говорили об отсутствии пробивной мощи у игроков задней линии. Но вот сейчас стали доводить атаки до краев. И все может поменяться, но нет. Очередная передача в линию и четкое завершение. Даник Снелдер. Да, как варьируют, да, свои акценты атакующие голландки? У них есть всегда вариант Даник Снелдер. У них всегда есть патроны дальней артиллерии Эстованы Полман и Лои Сабинг. И мы отмечали, конечно, очень уверенные действия краев. Особенно правых краев Деби Бонд и Анжелы Малестейн. Так что выбирай, не хочу. Выбирай, не хочу, да. Но и вот здесь, если подпустить пену на 7,5 метров, тяжело отбиться. Хороший резкий бросок. Три мяча. Может быть, еще не все ясно в этом матче. Хотя вот по самой игре, конечно, в голландке выглядит гораздо более предпочтительнее. Ага, вот так вышли на Абинг. Да, нарушения правил нет. И сейчас Голландия, по сути, с одним игроком обороняется. Испанки этим пользуются, доводя опять же до края. И вот уже только два мяча голландского преимущества. Ну что, крайне подумали. Подумали. И вновь гол. Под ноги. Обросок вниз. Под ноги. И Вестер с ним не справляется. Ману Майонат. Прозвище от имени Эммануэль. Прижилось оно уже и в голландской сборной. Первый тайм-аут голландской стороны во втором тайме. Ну что, я не знаю, но, конечно, Даник был в центре, который играл в игре. Тебе осталось оставаться здесь или так. Когда вы посмотрите, было хорошо. Но мы просто будем играть снова и снова, девочки, все время. Иногда мы остановимся, а потом мы будем играть все время. Поехали! Телли Дулфер, она уже играла в атаке в линии и остается на этой позиции центральная защитница и вообще номинальный левый полусредний. Но вспоминаем, например, прошлый год, чемпионат Европы, и тогда в отсутствие травмированный Даник Снелдер играла как раз-таки в линии весь турнир Дулфер. Крамер. Деби Бон помогает ей. Полман осталась в центре площадки. Барбоса держит ее персонально 5 на 5. Идет игра. Но мы в первом тайме заметили, когда перестроились испанки, поможет ли это им, не помогло. Но вот что-то, что-то с бросками не получаться стало у голландок. Абинт там два раза не забросила сейчас Полман из выгоднейшей позиции. Переусердствовала, ударяя мяч в площадку. Как обыграла, здорово вышла на бросковую позицию. Но действительно переусердствовала в силе броска. Ну и как испанки бездарный мяч теряют в игрока для Алисии Фернандес Фрага. Но она полезла, там линейная была. Не обыграть. То есть в одну сторону обыграть было невозможно. Глупая ошибка. Ранер. Полман. И снова очень активные действия Александрины Барбоса против Эстываны Полман. И Фернандес, смотрите, как далеко выходит вперед на Абинт. Ну что, вот эта тактика срабатывает. Перестроились на активную оборону испанки. Вивер молодец. И сразу неуверенность появляется в действиях. И она... Ох, вторая ошибка подряд. Но отрабатывают в обороне на 100% сейчас испанки. И вот так невразумительно теряют мячи в нападении в игроках предыдущей атаки. А сейчас пена просто мяч не смогла поймать. И вот там ее спину показали. Она не защищается. 5 плюс 1 по-прежнему. Ван Дерхейден вернулась на площадку. И вновь, вновь голландки не могут забросить. На сей раз классно Зогби де Пауле сыграла. Да, мяч в грудь. Ей попадает. Она отражает. И тут же поднимается на последнем рубеже. Это бросала Келли Дулфер. Как раз таки с левой полусредней. Уже и середина пройдена второго тайма. Два мяча только голландская команда ведет. Фернандес Фрага обыгрывает. Очень здорово все делает. Из сложной позиции наносит бросок. И считает судейская бригада, что опять же без фола против нее атаковала. Ну, голландкам нужно сниматься. Цифра 23. Нужно забрасывать. А то так можно и доиграться. Ван Дерхейден. И снова на месте Дарли Зогби де Паула. Хорошо она действует во втором тайме. Продолжается голландская атака. Ван Дерхейден. Не самая удачная сейчас была связка с Полман. Ух, какой сложнейший мяч. И как вовремя для голландской команды. Пять минут без заброшенных мячей. Вся сборная Нидерландов. И вот отсюда. Почти уже с пола. Это, по-моему, бросок отчаяния. Реально вновь не получалось ничего. Позиционного нападения у голландок. Очень цепко действуют испанки в обороне. У Барбоса. Ее толкают. Мяч у сборной Испании. И не попадает Нере Пена. Классную ей ситуацию создала Алисия Фернандес Фрага. Да, по стяжке сработало бесподобно. Вот. Вот этот момент. Да, и здесь на подборе первая Елизабет Сезарио. И Келли Дулфер против нее нарушает правила. В большинстве сборная Испании. Ну, вот мы видим поднятые руки с двумя пальцами во всей испанской скамейке запасны. Пена. Стяжка не получилась. Да, без левши продолжает сборная Испании играть. О, Фернандес. Да, прокачали мяч в разные стороны. Пытаясь найти свободные зоны. И эту зону прочувствовала и нашла в итоге Алисия Фернандес Фрага. Сборная Нидерландов с пустыми воротами. Ничего не меняется в оборонительных построениях сборной Испании. 3, 2, плюс 1. Вот так вот, наверное, можно назвать. Барбоша персонально против Полман. Полман от нее убегает, получает мяч. Ван дер Хейден. Короткий пас от Эст Иваны Полман. И Лаура Ван дер Хейден впервые во втором тайме забивает. Ну что, молодец, не боится брать на себя ответственность ван дер Хейден. И еще 40 секунд сборная Голландии. Вегетерина одного и драка меньше. Стяжка проходит. И без промаха во втором тайме. Но, вернее, по-моему, один раз не смогла Марта Лопес забросить. А потом мяча 3 уже, да? Без промаха. 3 забила точно. Анжела Маллистейн и ее возвращение на площадку на правом голландском краю. Ох, как обыгрывает Полман, но в каком же порядке? Дарли Зокби де Пауло. Бросок в пустые. И только мяч преимущества голландской команды за 10 с небольшим минут до конца основного времени финала. Да, оказалось бы, да, что все ясно. Но как здорово Вивер перестроил игру в обороне. И голландки выглядят растерянными. Полман отрезан. Так, а что здесь сейчас? Смотрим. Ну вот, почему не персонально, не прихватили. Зачем-то перестроились и получите сразу от Полман. Получила она свободу. И Рививер понимает, что силы не беспредельны. Активная защита отнимает огромное количество затратной энергии. Да, важнейший мяч у Ставана Полман. И снова плюс два для Голландии. Дулфер сейчас нет в обороне. В центре Абинк вместе со Снелдер. Но считают скамейка запасных сборной Голландии, что было двойное ведение. Арбитры на их призывы внимания не обращают. И в итоге все доходит до 7 метров. Вот смотрим. Там и нога, по-моему, была, да? Возможно. Очень даже возможно. Но арбитры в итоге фиксируют нарушение под 7 метров для Александрины Кабрал Барбосы. Точно. Да, и финал, похоже, с очень жгучей развязкой нас ждет. Но все равно меня не покидает ощущение, что голландки могут прибавить. Да, теперь Фернандес держит персонально полмом. А Барбоса задвинулась на 6 метрах. И, по-моему, именно она сейчас ошиблась. Должна была отвечать Барбоса за Вандер Хейдинг. Вот там голландки. Еще и со свирепыми лицами. Что-то крикнули в адрес линейной сборной Испании Эрнандес. 9 метров. Тайнова Эрнандес только заработала. Барбоса. Готова тоже оказаться в центре Алисия Фернандес-Фрага. Снова у нее мяч. Барбоса! Плохой бросок, но там было касание блока. Там, по-моему, и в руку ее встретили. Поэтому и бросок-то таким получился. Барбоса подошла поближе. Барбоса. 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 Очень грамотно. Уж не знаю, кто это. От кого это идет. От лирей пены или вертом подсказывает со скамейки. Не везет. Грамотно на двухлинейных перестроились. И удалось ворваться под заслон Фернандес. Но Полман, как только ее отпускают, сразу она берет на себя ответственность за бросок. Не повезло. Зокпи. И уже восьмой мяч. Забитый Эстыван и Полман в финале чемпионата мира. Пена. Фернандес фрага. Марта Лопес обратно в заднюю линию. И Пена. А вот голландкам везет несказанно. Штангу в спину вратарю, снова в штангу и в поле. Да, и вот из таких мелочей в том числе и состоит чемпионат мира. Финал его. И конкул в целом. До края. Ох, сложно было здесь. Смец с трудом мяч сохранила. И перехват. Марты Лопес. Мяч-то в правой руке был. И она потеряла над ним контроль. Какие же обидные. Какие же вот на эмоциях потери испанок. Мы помним, да? Два подряд мяча при минимальном счете потеряны были. Вот здесь Марта Лопес с мячом не совладала. Ты знаешь, мне кажется, что она задумала сразу отдавать передачу. И на мяч не смотрела, думая, что он уже у нее в руках. Ну, это вообще непонятно что. Малястер, что ли, там зарядила с позиции полусредней. Да, именно так и было. Какие-то нереализованные сплошь возможности атакующие. Непродуманные решения. Голанки ведут в счете. Но счет по-прежнему очень и очень зыбкий. Пять с половиной минут до конца основного времени финального матча. По-прежнему нет левши на позиции правой полусредней. Но это оправдано, если судить, потому что испанкам удалось немножко по-другому построить свою игру. Ну, а здесь вновь не везет сборная Испании. Очередное попадание в штангу. Да, вроде бы так хорошо улетела и... Да и бросала хорошо. Бросала, да, и очень неплохо. Солидат Лопес. Еще один словленный каркас. Вандерхейден. Примерно вот так она забивала победный мяч в полуфинале сборной России. Но сейчас снова штанга. Счет все тот же. 28-26. Барбоса, конечно, лидер. На себя столько внимания стягивает и отдает передачу в край. И вновь бросок под ноги Вестер. Что, нашли слабое место у вратаря сборной Голландии? Вниз, вниз и еще раз вниз. Вовсю подсказывает Екатерина Андрюшина Ману Майонаду. А матч приближается к своей кульминации. К открытой, возможно, концовке. Потому как при таком счете, конечно, очень вероятные продолжения в виде 10-минутного овертайма. Два раза по 5 минут. Да, там, наверное, Светлана Владимировна Андрюшина. Тренер вратарей из Негородской звезды. Мама Кати Андрюшиной. Сиди уже не может смотреть этот матч. А это из Тывана Полман снова берет на себя. И уже 9-й мяч 79-го номера голландской сборной. И номинальный финал выдает эта замечательная гонболистка. 3,5 минуты. Таймаут есть и в распоряжении Вивера, и Ману Майонадо. Испании очень нужен гол. Пена! Классно отдает. Классно делится с Барбосой. Пена мастерица вот таких стяжек. Ну и второй бомбардир после СТ-1 и Полман в сегодняшнем матче Александрина Барбоса. Лучшая по забитым мячам в составе сборной Испании на этом мире. Олман. Почему же отказались-то от персонального прихвата? Совершенно непонятно. Испанки в какой момент и почему? Ну я задал этот вопрос несколько, пару атак назад. От этого мы с тобой не получим. Полман. От нее все идет, конечно. Все идет от Истваны Полман. Вот даже эта передача. Но заступ был. Но правда нарушали правила. На смец, которая вошла в линию. Но как видит площадку Полман. Ее отоваривают. Но рука, если свободна, игрок такого класса спокойно. И вот Полман. Хвалили мы хвалили. Она ошибается. Кабрал Барбоса. И Тесс Вестер удивительно у себя над головой. Вылетев навстречу Барбосе, Тесс Вестер парирует этот мяч. Да, вот это спасение. Вот это, возможно, главное событие концовки. Тесс Вестер удивительно творит в воротах. Меньше двух минут играть. Мяч во владении Голландии. Минимальное преимущество в счете. Так и не находит мяч у себя под ногами Даник Снелдер. Марта Лопес. И вот уже ничья. Но по идее сейчас должен Майонат брать тайм-аут. Мы сейчас за кадром этого не видим. Возвращается к своим рубежам испанская команда. Счет на табло ничейный. Лара Гонсалес как метнулась в ноги. Снелдер и выбила мяч в сторону своих. И Марта Лопес. Вот Лара Гонсалес. Да, мы ее фамилию пару раз назвали. Она там мяч забросила. Да, она играет в обороне. Отпахивает. И вот такой момент. Когда она первая сориентировалась, бросилась за мячом. И в итоге испанки счет сравняли. И вот быстрые контратаки. Опять у испанок. И всего ничего, то бишь ноль у голландок. И тайм-аут действительно следует. Эммануэль Майонат со своей минутой для команды, которая весь второй тайм была впереди. А сейчас ничья. Барбоса, мы играем вверх. Поэтому вы просто должны пить внимание на этот пас. По сути, это будет лучше если вы сможете спасти здесь. И вы должны играть один против один. После, в конце, это будет уже для вас. Если номер два играем вверх, попробуйте посмотреть, как это возможно для вас. Вы должны прыгать, наверное, после этого паса. И вы должны быть самым против этого. Голландия и Испания вытворяют историю. Нежданно, негаданно. Да, настоящие воительницы. Не случайно их такое прозвище и есть. В переводе с испанского Лас Геререс. Им удается погоня полторы минуты до конца. До конца основного времени. Еще раз подчеркиваем. Полман. Девять метров для Голландии. И Вивер. Гарланд Вивер показывает себя классным тренером. И снова Полман. И снова все внимание к ней. Лара Гонсалес на грани. Фола сейчас за грудки буквально тормозит. Полман. 35 секунд. Продолжается голландская атака. Пас в линию на Снелдер. Подняты руки арбитров. Пять передач осталось у голландской команды. Ясно как нужен заброшенный мяч. Голландкам смец. И мяч отобран. Почему же? Явно не шесть передач голландки сделали на поднятых руках. Покажите нам повтор этого момента. Смотрим арбитр. Арбитр. Арбитр, который... Ничего мы уже не увидим. Там нарушения правил со стороны голландки не было. Но все. Непонятная ситуация. И тайм-аут. Тайм-аут Карлоса Вивера. Да. И теперь инициатива уже в руках его подопечных. Примерно 20 секунд на атаку при равном счете. Финал. О боже, что творят эти испанцы. Это только рефлексный реплик. Допустим, что происходит. Мы поставим, что мы говорим. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Если вы пойдете на микс, то есть типичное. В 8-8 с деволюционами. Если вы держите на 6-0. То есть, что вы понимаете. А с кемпой, то есть парбосса, этот и Мартина. А с кемпой. Окей? Доброе утро! Я понял, мое надпредполагает воздушку. Кемпа прозвучала. Да, прозвучала кемпа. Ух. Даже страшно представить, что сейчас творится на душе у всех участниц этого действа. Да, 21 секунда. Испанки в атаке. Пена в центре. И Барбоса. Все внимание похоже голландской защиты к ней. Пена. Барбоса. Бросает Тесс Вестер наглухо этот мяч. Берет. А что этот блок означает? Две минуты. Или нет? Или пенальти сразу? Пенальти будет? Стоп. Ворота там, если они были пустыми, то будет пенальти. Ну, вряд ли ворота были пустыми. С чего вы вдруг? Ну, не выпускал седьмого. Думаю, нет. Стелла Вартанян сейчас и от ее указаний многое зависит. Нет, нет, не будет ничего. Не будет бросок вратаря. Только бросок вратаря. Что, вот за такой блок вратарю ничего не должны давать? Нарушение правила трех метров. Ну, я повторяю. Если в этом, да, последние дни красная карточка. Добрый вечер. Так, а тогда и 7 метров должны назначить они, если красную карточку дают. Смотрим. Ну, поторопилась. Барбоса здесь явно. Так, и похоже пенальти. Пенальти. Лоис Абинг за 6 секунд до конца. Да, по сути дела, это до конца игры уже все. Ничего не осталось. Потому что пока выбросит, пока выгребит вратарь. Откуда бы то ни было. Этот мяч, игра закончится. И от броска Лоис зависит судьба золота чемпионата мира. Все, сборная Голландии чемпион мира. И все-таки в Ростове будет чемпионка мира. Жаль, что не 8 плюс тренер, а только одна. Но будет. Сборная Голландии. Впервые в истории этой славной гонбольной команды, которую зародил, построил Хэнк Грунер, приехавший на этот чемпионат мира со сборной Германии. Наконец, эта команда добралась до вершины. Все, сразу слезы, истерики, счастье, всего, чего только может быть. В кадре прямо сейчас голландская сборная лучшая на чемпионате мира. Испанки тоже молодцы. Во втором тайме, конечно, перевернули игру. И вот только эта последняя атака. Зачем-то в Барбоса можно было возить, руки не были подняты. Ну и здесь, да, вроде бы время не было остановлено. Нарушение правил трех метров при введении мяча в игру от голкипера. Срыв контратаки, последние 30 секунд. Ну и расстроенный Карл Свивер. Еще бы! Сборная Голландии чемпион мира. Испания впервые в истории тоже, кстати, беспрецедентное достижение. Серебряный призер. Мы вернемся совсем скоро. ГОВОРИТОМ ЯЗЫКЕ Ключевой момент финального матча, фолк, ну точнее попытка поставить блок вратарю, все же таки нарушение правил Сергей Николаевич. Артем, ну смотри, последние 30 секунд, там как раз вот этот момент нарушения правила 3 метров при розыгрыше мяча, но вот никто не спорил из испанской сборной, обреченно они к этому отнеслись. Но там, мне кажется, и даже если бы этого нарушения не было, правил там бы получилась быстрая контратака сборной Голландии. Ну, быструю атаку еще нужно довести до броска, а тут, конечно, Айнова Эрнандес этим своим полом ситуацию упростила. Ну и пошли эти фламандско-голландские прекрасные победные танцы. Сборная Испании все равно, конечно же, должна быть горда собой своим сегодняшним достижением, своими серебряными медалями. Ну а Голландия, команда с тремя поражениями, прошедшая по турниру, проиграла в стартовом туре команде Словении, затем, правда, обыграла и Сербию, и Норвегию. И благодаря этим жировым прослойкам первой групповой стадии смогла выйти из второй группы, потому что там были два поражения подряд от Германии и Дании. Одна победа в трех матчах лишь основной групповой стадии. И вот с таким багажом команда Голландии в полуфинале обыгрывает в мяч сборную России и в мяч команду Испании в финале чемпионата мира. Мы все вместе ждем награждения команд, где, конечно же, увидим вручение бронзы и нашим замечательным гонболистам. Ну и сборная Голландии, давай говорить прямо, мы видели, откомментировали много игр этой команды. И все-таки я бы не назвал, что вот эта команда единая целая. Выехали голландки на своих лидерах. Лоис Абинг, Эстивана Полман, видели мы сегодня в воротах Тесс Вестер, правый крайний, ну, в большей степени, наверное, Анжела Маллистен, линейный Даник Снелдер. Ну и остальные, кого-то если забыл, поправь меня, остальные все-таки выходили, проводили на площадке не так много времени. И все делалось для Абинка и Полман. Да и они сами для себя многое делали. И, конечно, броски у них, у обеих, просто потрясающие. Потрясающие издалека, из девяти метров, из девяти с половиной. И плюс к этому Полман просто великолепно видит площадку. Передачи остроумные, передачи скрытые зачастую и в край, и в линию. Ну и Дулфер. Дулфер сегодня играла немножко в защите. Вышла в линию, но ее заслуг никто не умаляет после полуфинала со сборной России. Там она вышла на позицию левой крайней и принесла очень много неприятностей нашим девчонкам. Да, и вот так, конечно, отматываешь, чуточку совсем назад, на полуфинальный день, как чуть-чуть не хватило нашим в игре с этими соперницами. Как мало их разделило в полуфинальном матче. Один-единственный мяч, как, собственно, и сегодня голландки только в мяч превзошли испанскую команду. Мы перечисляли два чемпионата мира. Олимпийский турнир Рио-де-Жанейро. И вот, наконец, здесь для голландок случился настоящий прорыв, потому что было серебро мира 15, серебро Европы 16, затем бронза мира 17-го года и также бронза на прошлогоднем чемпионате Европы. Четвертое место им пришлось довольствоваться в Олимпийском Рио. И вот, наконец, главный успех всего голландского женского гандбола. Вот еще раз тот самый ключевой эпизод с фоллом Айноа Эрнандес. Пенальти Лоис Абинг, игрока, который чуть ранее во втором тайме стал лучшим бомбардиром мирового первенства. И вот она, голландская радость. Да, теперь чемпионка мира приедет в Ростов-на-Дону. Ее там, конечно же, отдельно почествуют. И, наверное, воздадут должное в том числе и 8 бронзовых призерок чемпионата.